Приветствую вас, уважаемые зрители! В эфире программа «Познаем истину» и я ее ведущий Олег Харламов. Тема нашей встречи сегодня – приготовление к жатве. Интересная тема. Сегодня мы будем говорить о скором пришествии Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа вместе с гостями нашей студии. Хочу представить наших гостей – Вера Товстакура, религиовед Виталий Тугаенко, пресвитер церкви и пастор церкви Станислав Носов. Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Итак, на тему нашего приготовления к жатве мы продолжаем изучать послание апостола Иакова. Давайте мы прочитаем основной текст книги Иакова, послание его, 5 глава, 8 текст. Иисус, долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что Царствие Божие приближается. Спасибо. Итак, мы говорим о пришествии Господа. Пребывая здесь на земле, Иисус Христос что-то говорил о своем втором пришествии? Люди знали и знают о том, что Он вернется? Да, мы видим очень много случаев, когда ученики задавали вопросы, не только, наверное, ученики, но и многие люди, окружающие Христа, когда час твоего пришествия, когда будет твое Царство восстановлено. И поэтому, задавая эти вопросы, Христос давал определенные ответы на то, когда это осуществится. А чем вызван Его второй приход к нам? Ну, второй приход, это было Его и обещание, когда Он пришел к нам? Если Он рассказывает о своем возвращении, наверное, какая-то должна быть идея, какой-то смысл его второго пришествия. Ну, может быть, вначале немножко скажите, если возможно, первый, и тогда какая цель второго пришествия к Господу? Ну, если первый раз Он пришел нас спасти, то есть умереть за нас, да, своей кровью нашей, спасти нас, то второе пришествие Он обещал, что я приду за вами, и вы будете там, где я буду, что вы будете со мной. Да, после грехопадения появилась особая необходимость для того, чтобы простить грехи человечеству. Каждому человеку лично необходимо было пролитие крови. И поэтому сначала жертвоприношение было, которое указывало на Христа, а потом оно, Павел пишет, действительность отобразилась, Христос принес себя в жертву за прощение грехов. Поэтому первое пришествие – это прощение грехов. А второе пришествие – это восстановление Божьего Царства, Божьей справедливости. Грех будет искоренен полностью, и народ Божий, который доверял Господу, который верил в Иисуса, будет царствовать с Господом всю вечность. И то есть Господь придет во второй раз для того, чтобы уже положить конец греху, который здесь, к сожалению, царствует на земле. Когда мы говорим о втором пришествии, давайте, если возможно, опишите картину событий при втором пришествии. Итак, день приближается. Вот непосредственно говорит ли Библия о днях перед пришествием и само пришествие для того, чтобы нам понять, а что же будет происходить в это время? Есть очень много пророчеств, которые как раз повествуют об этом. Это Евангелие от Матфея 24 глава, Евангелие от Луки 21. Первое. Много написано в книге Откровения об этом. И, по сути дела, все это сбывается на наших глазах. Так как сказано, восстанет народ на народ, царство на царство, будут глады моры, землетрясения по местам. Безусловно, это все было в течение истории человечества, но на сегодняшний момент все эти признаки участились. И настолько они развели, что не поддаются, скажем, сравнению с другими какими-то историческими факторами, которые были раньше. Но если вы говорите о признаках второго пришествия, а вот что будет происходить, если мы говорим о людских судьбах? Что с людьми произойдет, когда Христос приходит сюда во второй раз? — Картина, мне кажется, очень неясна, показанная в книге Откровения, что дракон рассверепел. — Речь идет о дьяволе, да? — О дьяволе, да. — И поэтому он знает, что ему времени осталось очень мало, и он пытается как можно больше людей совратить с истинного пути. Поэтому предпришествием Христа эта борьба накаляется за каждую душу человеческую. И поэтому уныние в народах, недоумение, говорит Слово Божье, вот такое непонимание, возможно. И как раз в этот момент, когда люди ожидают какого-то страха, каких-то событий, и особая весть звучит сегодня о том, что Христос скоро придет, который положит конец всем этим страхам, всем этим бедствиям, проблемам, семейным ссорам, конфликтам, воинам, для того, чтобы восстановить Божье Царство, Царство справедливости, Царство истинного счастья, Царство Иисуса. Хорошо, спасибо. А всем людям ожидать с радостью этого момента? То есть вот приход Христа, мы говорим о приготовлении к жатве. Интересно, что как раз Священное Писание говорит о втором пришествии, как об определенной жатве. Вообще, что люди ожидают о втором пришествии для того, чтобы сегодня говорить о нем? Мне нужно ждать его? Каким образом ждать? Итак, судьба человеческая. Что произойдет со всеми людьми, которые в этот момент будут находиться живыми и не только? Два класса людей, которые мы видим в Священном Писании, определяются при пришествии Христа. Один класс людей — это те, которые доверяли Господу, которые верили. Это и мертвые, умершие во Христе, это и живые, которые верили в Господа и соблюдали заповеди Его. И второй класс людей, которые не верили в Господа, не желали следовать этому пути, это и мертвые, и живые. Это тот второй класс, который не может принять Божью любовь, и этот Божий подарок, Царство Божие, не может быть осуществлен для их жизни. Скажите, пожалуйста, как совместить радость встречи со Христом с трагизмом людских судьб, твоих близких, друзей, знакомых, которые не будут спасены? Ну, нас должно успокаивать, наверное, то, что подводит черту под тем, кто туда попадет, сам Господь. И люди здесь не участвуют. И Он хорошо знает, что приложил все усилия для спасения каждого из нас. Но если человек не желает этого и противится этому, Господь никогда не делает это, скажем, против желания человека. Он не насилует желания человека. Поэтому спасение — дело добровольное. Хорошо, Виталий, но давайте представим себе, вы человек верующий, ходите в церковь, вы надеетесь на спасение. Может быть, у вас есть кто-то из родственников, из друзей, знакомых, которые сегодня не с Богом. Итак, вы с радостью ожидаете этой встречи. В то же время вы знаете, что ваши близкие люди, они сегодня без Бога. Мы, конечно, не судьи, но Священное Писание говорит, что будет такое тоже большое количество людей, которым приготовлена совершенно другая участь. Написано в озере Огненном. Поэтому вот как нам воспринимать вот это состояние ожидания пришествия и встречу с Господом, это всё-таки как радостный для себя момент, либо тревожный. Радостный от того, что мы веровали, и Он пришёл, и тревожный от того, что мои близкие, мои друзья, знакомые, они оказались без Бога. Мне кажется, когда мы сейчас размышляем над этой темой, то всё-таки очень важно, чтобы мы осознали, что мы не всё понимаем, не всё можем осознать. Как тусклое стекло, гадательно, как бы мы так на ощупь. Как-то на одной детской программе рассказывали деткам тоже про Царство Божие. Как там хорошо, как там прекрасно. Один мальчик чуть не плачет, я не знаю, может, 5-6 ему лет было, он говорит, ой, тётя, я хочу ещё на земле немножко пожить, я ещё не спешу в Царство Божие. Видимо, для него Царство Божие – это уже было конец жизни и конец всего. Поэтому для нас иногда кажется, что-то это вот так. Но всё-таки… И поэтому мы где-то хотим продлить жизнь на земле, там дети, внуки подросли, да? И не знаем, как там будет до конца в Царстве Божием. И мы так думаем, что очень печаль может охватывать. Мне кажется, вот в прошлом люди долго к чему-то стремились. Кто-то ждал квартиру, может, 5, 10, 15 лет. И какие-то разные обстоятельства могли быть в жизни. Но какие бы обстоятельства ни были, всё равно, когда человек получал или квартиру, или стоял в очереди там на автомобиль, купил автомобиль, как бы там сложно ни были, там сложности, трудности в работе, в жизни, всё равно человек испытывал радость. Потому что цель достигнута, к чему-то он стремился. Поэтому я думаю, что Слово Божие, где говорит «истинно и справедливы суды твои», пришествие Христа люди скажут. И поэтому та радость, она действительно будет особой радостью. То есть у нас должно быть больше надежды на Господа, чем на свои какие-то, может быть, смутные такие очертания, понимание того, что произойдёт только Бог, Судья и Спаситель. Да, и только уповать на Господа. Ибо Он дал нам право выбора каждому, свободу выбора. Поэтому я думаю, что Он предусмотрел и дальнейшее, чтобы у нас не так болело сердце за других, за наших. Он что-то дополнял. Но в Священном Писании написано «спасай душу свою», Господь у тебя чётко говорит. Да, каждый за себя, конечно. Потому что если будешь оглядываться назад, то можешь оказаться в числе тех, кто и произойдёт с тобой то, что произошло с женой Лоты. Вот президент страны готовится, губернатор приезжает, всё моет, красит, строит. Наступает самый настоящий аврал. Скажите, нужно ли готовиться к приходу Христа? Конечно, нужно готовиться, очищать сердца наши, готовить наши, укреплять, утверждать в Духе истине и уповать на Господа. Но всё-таки вы говорите «укреплять наши сердца». В чём включает в себя эта подготовка? И так мы ожидаем. Вот когда люди ожидают, то, что я сказал, приезда президента, действительно наводят порядок и так далее. Мы говорим, что я могу сделать сегодня с собой? Мне кажется, когда мы ожидаем, важно нам осознать, что это необходимо. Очень важно в ожидании быть активными. Если мы пример приведём не только ожидать гостей. Кто-то может сказать, ну, я не хотел бы гостей, или по-разному могу встретить гостей. А если человек ожидает операции, ему говорят, нужно готовиться к операции в больнице. Он должен как-то иметь какое-то особое питание, возможно. У него должны быть какие-то особые процедуры. Он ожидает этой операции. И от его ожидания, не просто сидит, ждёт, что его будет резать хирург, оперировать. Он должен подготовиться к этой операции. Зависит и успех этой операции. Пришествие Христа — это операция на наше сердце. Это изменение нашей внешности, это изменение жизни. Но для того, чтобы быть готовыми к этой духовной операции, для нас необходимо подготовиться. Да, смотрите, само понимание, что он скоро придёт, в принципе, не очень-то может поменять людей. Хотел бы, чтобы мы обратились к Священному Писанию. Иван Гатматфея, 24 глава. Вы вспоминали уже сегодня эту главу, которая говорит о признаке пришествия. Давайте мы прочитаем с 37 по 39 текст. Самый главный вопрос, наверное, здесь из-за этого отрывка, который вы присчитали. О чём не думали? Не думали о пришествии Христа? Не думали, что он скоро придёт? Не ожидали. Занимались каждой своей работой, каждой своим делом, не ожидая пришествия Христа. Не думали, что он скоро придёт. Хорошо, давайте мы прочитаем, обратимся к посланию Якова, 5 глава, 7 текст. Что Яков говорит? Давайте прочитаем. 5 глава, послание Якова, 7 текст. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Дня Господня. Вот земледелец ждёт драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Хорошо. Люди устают ждать Бога? Да, конечно. Тут пришествие Христа выглядит немножко по-другому. Вот вы упомянули, что когда ожидают какого-то большого начальника или президента, то примерно знают время его пришествия. Мы уже обсуждали, что есть определённые признаки пришествия Христа, но он сказал в Евангелии от Матфея, 13 главе, что только Отец Небесный знает час его пришествия. И поэтому вот это ожидание растянулось на 2000 лет, и люди иногда скептически к этому относятся, не понимая Священного Писания. Но в то же время Павел говорит, вот сегодня день благоприятный, сегодня день спасения, а завтра он может для нас и не быть. Скажите, а почему люди всё-таки устают, если мы действительно согласились с тем, устают доказывать себе и другим, что имеют веру? Наверное, ожидая день, два, три, неделю, легче ожидать, чем ожидать многие годы. И необходимо каждый день где-то подтверждение этому ожиданию. Но если где-то вот пауза, где-то вот мы что-то видим, вроде бы просим у Бога, молимся, но не всё получаем, и сразу сомнение, может, где-то охватывает в нашем сердце, а стоит ли ещё ожидать? А всё-таки, а может, как-то по-другому? Вот. И поэтому, к сожалению, когда человек не теряет эту вот связь с Богом, постоянной молитвы, постоянного опыта с Богом, вот это вот ожидание тогда теряется, потихонечку ослабевает, ослабевает. Человек надеется где-то на себя, на свои силы, и, к сожалению, тогда может даже и упасть. А если мы говорим о нашей вере, как вы думаете, наша вера имеет такую, ну, может быть, график, структуру, такого плавного движения вперёд, или всё-таки больше наша вера представляет собой такой, какой-то рваный ритм веры, взлётов и падений? Вот как представляете веру? Потому что, когда мы говорим о готовности прихода, то, да, действительно, люди готовятся, они знают, что он завтра приедет, даже назначает, как вы сказали, Виталий, да, конкретное число. Здесь, когда конкретной даты не знаешь. То есть вера, она действительно должна, не должна, наверное, иметь ли вот такой график, либо плавное движение вперёд, либо всё-таки это взлёты и падения. Наверное, это взлёты и падения, какие-то синусоиды. Но здесь есть преимущества. Если человек поднимается вверх в гору, и эта гора скользкая, где-то вот она, лёд на ней покрывается, и он где-то подскользнулся, потерял равновесие, где-то упал, где-то засомневался, и на этой скользкой горе съезжает прямо в подножье. Но если человек обращается к Богу, Бог как бы берёт его и вновь поднимает на ту же точку, которую он уже достиг, которую он поднялся, для того, чтобы двигаться дальше к этой вершине, вершине встречи со Христом. А люди устают, когда мы говорим об усталости, потому что так говорит Иаков, долготерпите, то есть есть проблема у человека, но когда уже терпение заканчивается, то люди устают верить или устают на деле, наверное, доказывать свою веру? Наверное, и то, и другое. Да, скорее всего, что и то, и другое. На деле постоянно необходимо соблюдать, исполнять, и надеяться, что вот-вот, очень скоро, очень скоро время идёт. Я как-то проведал одного человека, дедушку очень старенького, которому было больше ста лет, и он всякий раз, когда я приходил к нему, он говорит, «Я живой буду встречать Христа!» «Я живой!» Я говорю, «Только живой!» Пришествие Христа, даже если вы и не доживёте до Его пришествия, при пришествии вы воскреснете и вновь живым всё-таки будете встречать Господа. Вот это вот крепкая такая уверенность. Даже в сто лет всё-таки я верю, что Бог ещё продлит где-то жизнь, ещё я верю, что Господь скоро грядёт, и Он придёт. Вы знаете, как многие люди поступают, они ожидают даже начальника, и Священное Писание не раз приводит такие примеры, когда люди где-то готовятся в последний момент. Можно ли, ожидая второго пришествия, ну извините за такое слово, не напрягаться для того, чтобы постоянно доказывать свою веру? Знаете, как это делает студент? Они знают, что будет экзамен, там нужно сдавать сессию, однако ещё столько времени, и где-то последние 2-3 ночи, 2-3 суток всё решается. Может быть, сегодня не обязательно так быть готовым, а вот завтра, потому что уже ближе пришествие, да. Вот если была известна дата, то, конечно, мы бы тогда... Ну вообще, даже дата, дата, но мы говорим скоро, то есть если завтра, всё-таки сегодня это ещё сегодня, а завтра это уже ближе на 24 часа, по крайней мере, мы будем ближе к пришествию. Но Христос не принимает половинчатое сердце, он не хочет, чтобы человек, который его ожидал, он, скажем, руководствовался только страхом перед тем, что вот Господь придёт, поэтому я должен уже примириться с ним и прийти в какие-то спасительные взаимоотношения. Бог-то и пришёл для того, чтобы не только разрушить дела дьявола, не только, скажем, принести жертву за род человеческий, но и изменить человека, вернуть ему тот статус, который он имел, и, по сути дела, сделать его подобным себе опять, чтобы и мысли человека были подобны Богу, стремления его были подобны Богу. А для этого нужно очень близкие взаимоотношения с ним. И вот они, когда строятся, и тогда растёт вера, и тогда растёт уверенность. То есть вера – это не дополнение к жизни, а вера – это сама жизнь. Но многие люди, они находятся в состоянии, знаете, такого безнадёжности, потому что не всё получается, они ожидают лучше, вы говорили, вот ожидают квартиры, ожидают чего-то, но, знаете, многие планы не осуществляются, и поэтому жизнь подходит к своему завершению, а нет результата ожидаемого. Давайте мы послушаем ответы на вопрос, что помогает вам выйти из вот этого состояния безнадёжности. Послушаем эти ответы. Ну, наверное, какие-то свои убеждения моральные, что ли. Ну, то есть, что нельзя там унывать, надо идти дальше. Ищу смысл жизни, думаю о будущем, просыпаюсь, улыбаюсь этому миру, улыбнись миру, он улыбётся тебе. Ну, там, ну что, паблики ВКонтакте не читали. Абстрагироваться. И она сама проходит, в общем-то. Спасибо. Безнадёжности часто справляюсь с тем, что, наверное, ставлю себе надежду, что всё это пройдёт. Знаете, есть такая истина. Всё проходит, и это пройдёт. Вот, наверное, таким только образом. Ну да, а что иначе? Падать и опускать руки смысла нет. Всё меняется, и это пройдёт. Иду к своему психотерапевту. Ну, важно, чтобы в жизни было что-то, на что можно опереться. Для каждого это, может быть, какие-то свои фишки. Семья, работа, дело любимое. Любимые люди. Скажите, пожалуйста, верующий человек может так находиться в состоянии безнадёжности? Он к какому психотерапевту должен тогда идти? Только к Богу. Верующий человек только должен уповать на Господа, если трудные минуты, если мы тяжело… Но состояние безнадёжности может постигнуть его? Конечно, может. Может такое состояние быть? Да, да. Но в этом случае мы знаем, куда к нам обращаться, к какому психологу, что нам делать. Мы обязательно будем обращаться к нашему Господу, к нашему Спасителю. Скажите, вот когда мы читаем Священное Писание, я хотел бы, чтобы мы прочитали текст Ивангелет Матфея, 24 глава, 40-й и 41-й текст. Открыли, пожалуйста. Тогда будут двое на поле, один берётся, а другой оставляется, две милящие в жерновах, одна берётся, а другая оставляется. Как вы думаете, верующие люди, читаете текст, они не впадают в определённом смысле в такое состояние, может быть, даже безнадёжности? Потому что, согласно этих текстов, и, наверное, возникает вопрос, почему только 50% согласно этого примера, будут спасены. Двое на поле, двое на крыше, один берётся, другой оставляется. Почему так? Разве у веры может быть разное основание, что один берётся, а другой оказывается вне спасения? Мне кажется, здесь хотел Христос подчеркнуть, что, может, не только 50 на 50, но в одном обществе, в одной среде, в одном коллективе, даже порой в одной семье, может быть, люди, которые живут, и один из них верит Богу, доверяет, а второй отказывается, не желает принять благодать, которую изливает Господь. Поэтому мы не должны смотреть только друг на друга и подражать только друг другу. В первую очередь мы смотрим на Христа, на Его пример, Его особую милость и Его пример жизни здесь на земле, послушания Ему, Небесному Отцу. И это помогает каждому человеку двигаться вперёд. Для того, чтобы человек не разочаровывался, Христос как бы приводит чёткий пример, что даже вместе, где-то в одном коллективе, друзья, даже, может быть, братья или сёстры, родственники, независимо от того, каждый лично должен иметь свою твёрдую веру и убеждённость доверия Господа. То есть моя близость к другому человеку, глубоко верующему человеку, это не гарантия моего спасения. Как-то я беседовал в одной семье, супруга была искренним членом церкви, верующим человеком, а муж не верующим. И когда я с ним беседовал, говорю, Николай Николаевич, вот, вам тоже нужно молиться. Он говорит, та за меня жена там замолит, местечко на небе, для меня достаточно, она много молится, она для меня там вымолит местечко. Но важно для каждого человека личная убеждённость и вера в Господу. Спасибо. Уважаемые зрители, не переключайтесь, вскоре мы вернёмся на программу «Познаём истину». Уважаемые зрители, если у вас возникли вопросы по теме нашей встречи, пожалуйста, звоните нам, номера телефонов вы видите сейчас на своих экранах. Я хотел бы, чтобы мы вновь прочитали восьмой текст пятой главы послания Якова. «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Потому что пришествие Господне приближается. Скажите, а сколько лет слава Якова? Ну, примерно, да. Две тысячи лет. Две тысячи лет. Так вообще пришествие приближается быстро или медленно? Ну, для нас медленно, конечно. А для Бога… Он не медлит, а долго терпит, потому что Он хочет как можно больше спасти людей. Наверное, для каждого человека это очень быстро. Потому что жизнь человека старшего возраста, когда спрашиваешь людей, вот, вы прожили 90 там или 95, вот, как быстро? Они говорят, ну, один мих, мгновение, очень быстро. Поэтому, как бы, пришествие Христа для меня лично это очень быстро. Если брать глобально, как бы, глобальную историю человечества, ну, две тысячи лет, да, это действительно немножечко, как бы, есть срок. То есть, уже ученики, они писали, вот, скоро это будет, но мы говорим, прошло две тысячи лет, и вы действительно говорите о том, насколько коротка человеческая жизнь. Пришествие может наступить для каждого из нас уже, либо через час, либо сегодня. Никто не дает гарантию, и ни один не может дать гарантии, что он проживет еще 20 или 30 лет. Все-таки, когда мы говорим о приближении пришествия, это приближение вносит ли какие-то изменения в нашу жизнь? Очень важно, чтобы оно действительно вносило эти перемены. Я помню, еще в школьных годах у моей мамы была подруга. Она с ней часто говорила, рассказывала о Христе, читала ей Библию, пророчества из книги Откровения. И она говорит, вот когда я увижу, что все это будет сбываться, вот тогда я как раз, вот тогда поверю, и буду исполнять, и буду все. Как-то недавно я звонил маме, ну как эта женщина? Она говорит, да, она уже настолько старенькая, уже она не может ничего изменить, настолько жизнь затянула, закрутила, что уже что-то изменить невозможно. Поэтому откладывать на потом, когда-то в другое время, вот сейчас, вот сегодня, время благоприятное. То есть каждый день человек должен ценить и хотя бы маленькие шажочки двигаться к тому, чтобы приготовиться. Ну и сама жизнь, то есть мы говорим, ведь пришествие Христа, это не просто придет для того, чтобы наказать. Пришествие Христа, это наступление Царства Божьего, да? Да. И мы говорим, что пришествие, в принципе, когда Христос говорит, если вы говорите о Царстве Божьем, то оно уже вот, оно либо при дверях, либо оно уже даже внутри вас есть, да? То есть приход Христа определит жизнь каждого человека, вернее, уже даже не сам приход, а жизнь человека определяет его либо на спасение, либо на наказание. Интересно, что когда мы читали восьмой текст, написано, долготерпите и вы, укрепите сердца ваши. Скажите, а что значит укрепить сердца, как и чем? Ну на сегодняшний день, вот очень такая ситуация в нашем государстве, в других странах мира, многие ждут что-то от политических партий, различных движений. Через каждые 24 года ждем новой жизни. И все обещают наступление каких-то перемен к лучшему и благосостоянию для человечества. Но ничего не происходит. По-прежнему человечество нуждается, нуждается в том, чтобы иметь здоровье, в том, чтобы иметь какой-то быт, защищенность и так далее, и тому подобное. Но вот как раз Царство Божие, оно и говорит о том, что вот именно в этот момент, когда Христос придет, и оно наступит, вот вся эта справедливость, все это добро и любовь, тогда человечество, верующее в Христа, получит. Это очень важно. То есть, поэтому вот эта надежда на то, что Бог, только Бог реально тогда изменит всю ситуацию, и в какой бы ты стране не жил, мы можем говорить об экономическом благополучии одной или нескольких стран, однако страх за свою жизнь, болезни, смерти, они же и… Да, страны Бенелюкса тоже от этого страдают очень сильно. Страдают, да, каждый человек. Давайте мы прочитаем еще Иван Георгий Матфеев, 24 глава, 42-й, 44-й тексты. Как-то странно звучат эти слова Христа, вам не кажется? То есть, Он говорит, ждите, готовьтесь, и сам говорит, вот когда вы будете ждать и готовиться, и в то время, о котором не думайте, Он придет. Ну, как это так может быть? Ждите, готовьтесь, но в то время, о котором не думайте, Он придет. Что-то с нами происходит или либо произойдет, что когда мы вроде бы ожидая Его, в то же время для нас это будет большой неожиданностью. Вот тот день, наверное, конкретный день, когда явится Христос. Мне кажется, когда родители уезжают где-то из дома, остаются маленькие детки дома, ну, может, не очень маленькие подростки, вот, и они могут там посуду не убрать, там дома не поубирать, одежду где-то бросить, а вот именно, когда не знают, что вот-вот родители приедут, они стараются раз порядочек все навести, все быстренько убрать, вот поубирать для того, чтобы встретить своих родителей. вот если они раз так, второй раз, третий раз, и они привыкают, чтобы оно действительно был порядок, и уже вроде бы они не ждут своих родителей, уже порядок в доме, раз и приезжает мама и папа, с подарками, приезжает, какая радость у детей. Да, получается, они не ждут. Да, они уже вроде бы и не ждут, они раз ждали, второй раз ждали, третий раз, но у них постоянно убрано, у них порядочек, у них все чистенько. Вот так само и в нашем разуме, в нашем сердце, в нашей жизни, в наших отношениях с Богом, друг с другом, вот, когда мы не просто думаем, что вот, скоро придет Христос, а чтобы каждый день мы не ссорились с близкими, с друзьями, с соседями, чтобы действительно мы по-доброму относились, и в этом таком терпении, ожидании, мы преображались, и раз, и внезапно для нас так же будет. Хорошо, вы коснулись как раз важного вопроса, давайте мы прочитаем девятый текст, пятой главы Иакова. Девятый текст, пятая глава Иакова. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными, вот судья стоит у дверей. Почему братья по вере сетуют друг на друга? Как вы думаете? Человеческие факторы? Да, скорее всего. Скорее всего. Ну, вы знаете, мы все как бы объясняем человеческим фактором, однако, если только говорить об этом, наверное, не стоит садиться в вагон поезда, в самолет, перелетать какие-то расстояния, потому что человеческие факторы, он сработает. Большая сработает, да. Всё-таки почему? И интересно, что это относится к братьям, да? Они сетут, и братья друг на друга. Почему? Может быть, вначале мы ответим на такой вопрос, наши неудачи, падения, проблемы воспринимаются нами как результат действия, ну, я возьму так, в скобочки, наших недругов, это действительно так? Да. То есть, моя жизнь не складывается хорошо, вы знаете почему? Потому что в этом виноваты кто-то, кто-то из рядом сидящих, из нас стоящих, или нет. То есть, мы сетуем, вы знаете, я мог бы быть другим, я имел бы намного больше, если бы вы на меня вовремя там внимание обратили и так далее, и тому подобное. Чаще всего это действительно так, что моя настоящая неудачная жизнь это результат действия моих недругов. Ни в коем случае конечно, это просто успокоение для себя самого, когда ты начинаешь так считать, что вот сложились такие обстоятельства, ты вообще-то такой уникальный человек и достиг бы многого, если бы не такие обстоятельства, если бы не мое окружение, если бы не мои родители, если бы не та страна, в которой я родился. Но в принципе в христианстве все это не работает. Почему? Потому что Бог смотрит на каждого из нас как на уникальную личность. И по сути дела, вот что касается спасения и взаимоотношений, с ним, то здесь не нужно особое место рождения, особое какое-то мое окружение, статус мой. Бог меня принимает таким, каким я есть. И вот это самое важное. Смотрите, я еще раз прочитаю. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Чем вызвано такое недовольство своим братам? Не сетуйте, когда мы говорим о брате. Если мы говорим, нет, это моя жизнь не зависит от того, что, как думают и там поступают люди, но все-таки, почему недовольство? Есть два варианта. Есть тот вариант, когда я в близких взаимоотношениях с Богом и я поступаю по Его заповедям, по Его принципам, но иногда человек забывает об этом и ему хочется сделать что-то самому. Вот играет такой фактор. Я сам многое знаю, я сам приму решение, я видел, как это делает кто-то в жизни, я у него возьму пример. И отсюда, конечно, появляются вот эти проблемы. Когда мы принимаем решения собственные какие-то и не руководствуемся какими-то божественными принципами, а именно вот житейскими такими, которые нас окружают, вот такое происходит. Как-то один человек говорил, что лучшая защита это нападение. И поэтому, когда человек не прав, не виноват, вместо того, чтобы попросить прощения, он еще и нападает. Вот, вы мне вовремя не сказали, вы не подсказали, вы не напомнили. Но ты же знал, ты имел информацию, ты мог это сделать, а теперь кто-то еще виноват. Поэтому Яков четко говорит, что есть еще судья. Не пытайтесь обвинить кого-то. Лучше попросить смирения и прощения, осознать свою ошибку и действительно не сетовать друг на друга, сказать, я виноват, я постараюсь исправиться. Да и другой человек, если имеет тоже где-то недостаток, он тоже скажет, и я тоже не прав, и я тоже попытаюсь исправиться. То есть, Христос очень много говорит из Священного Писания о прощении, да, другого человека, который поступил не так. Очень интересно, что пишет апостол Павел. Давайте мы послание к филиппистам прочитаем. Я хочу добавить там, не сетуйте, и дальше, дабы не быть осужденными. То есть, если мы сетуем, это говорит о том, что мы нарушаем заповедь Иисуса возлюбие ближнего, как самого себя. Ну и не судите, да не судимы будете, потому что судья у двери. поэтому здесь тоже вот так. Хорошо, давайте мы прочитаем вот то, что пишет Павел. Вторая глава послания апостола Павла к филиппийцам с 12 по 15 текст. Очень интересно в контексте этого, что он говорит. Итак, возлюбленные, пожалуйста. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Спасибо. Скажите, каковы причины всякого ропота и к чему этот ропот приводит? Это недовольство. Да, но почему возникает? У нас Священный Писание говорит со страхом и трепетом совершайте спасение ваше и не должно быть вот все делайте без ропота. Я когда-то видел очень интересную передачу. Корреспондент спрашивал очень простую вещь. Какая вам квартира нравится? И вот люди на улице отвечали, в основном все рисовали какие-то большие хоромы, там, пятикомнатные, там, дома где-то за городом. И нашелся из большинства тех, кто были опрошены, единственный человек, который сказал, мне нравится моя квартира. Поэтому вот так вот оно и происходит. Человек часто желает чего-то лучшего, но не оценивает то, что он умеет. Я думаю, что вот те люди, которые сегодня страдают на Украине, они с трепетом вспоминают те времена спокойствия, которые у них были раньше. А на сегодняшний день, вот, казалось бы, таких обычных моментов в нашей жизни, которые мы не оцениваем, они просто вспоминают как самые счастливые, наверное, дни жизни свои. И поэтому это очень важно. И то есть мы не ценим тем благополучием, который есть, в данный момент, или наоборот, благополучие другого человека, оно как раз вызывает у нас ропот. Ну и в конце у нас буквально, наверное, еще 30 секунд. Все-таки я хотел бы поговорить еще о терпении, потому что пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, и Яков говорит об Иве и о других пророках. Ну, говорят, всякое терпение имеет свою точку. У христианского терпения есть тоже свой предел? Ну, Божьего терпения есть предел. Да. Вечно Дух мы улыбку не вредим. Да, у нас тем более. Мы видим, что иногда Христос как бы совершал вот какие-то особые действия, когда видел беззаконие в храме там. Но мы, конечно, как люди должны доверять Господу и нашему терпению не должно быть. Не должно заканчиваться это терпение. Мы должны действительно переносить эти трудности и тяготы, но с любовью ожидать Божьего пришествия. И пусть Бог укрепит наше терпение, даст силы, долготерпение. И у нас есть пример, в Библии написано, с кого мы должны брать, и с того же Авраама, Иова, и даже Иисуса Христа в первую очередь, что Он претерпел все страдания до смерти на кресте. И только те люди, которые проявят свою жизнь и терпение, сегодня они, наверное, тогда и будут участниками этого события, о котором пишет Священное Писание. Спасибо, друзья, за участие в нашей программе. Сегодня мы говорили о втором пришествии Христа, мы говорили о том, как необходимо нам приготовиться к этому особому событию. Я думаю, что каждый человек, он может исследовать свое сердце и понять, действительно вере ли он. Действительно ли он всегда на стороне Господа? Действительно ли сегодня его жизнь свидетельствует о том, что Христос скоро придет, и поэтому каждому из нас придется дать отчет за свою жизнь и за свое поведение. Когда мы говорим о пришествии Господа, говорим об ожидании, то оно действительно не является пассивным, оно является активным. И Господь предлагает, чтобы сегодня мы могли с Его помощью укрепить свое сердце и быть поддержкой, опорой для многих людей, которые оказались в безнадежном состоянии. Господь призывает, чтобы все, что происходит в нашей жизни, мы всегда принимали с радостью. Пусть радость также наполнит и ваше сердце, уважаемые друзья. Мы благодарны, что были вместе с нами. Хочу сказать о следующей нашей теме молитва, исцеление и восстановление. Мы продолжим изучать послание апостола Якова. Будьте с нами, смотрите нас. Всего доброго, до свидания. И вам всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!